ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД 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 им чего не хватает, или у него полный комплект документов, ну, то есть, информируем. Ну, то есть, сопровождение идёт полностью. Стопроцентное сопровождение, да, помимо того, что работают стационарные телефоны, в том числе и сотовая связь у каждого оператора, чтобы можно было это сделать. И точно так же мессенджер, телеграм, куда они могут в случае чего обратиться и послать. В течение какого времени примерно после подачи документов в электронном виде могут позвонить? Ну, то есть, допустим, 20 июня я подала, подождала 10 дней, мне никто не позвонил, например. Нет, значит, я понимаю, что что-то сделало не то, да? Нет, вы очень долго ждёте, стоит в конце рабочего дня, либо на следующий день уже поинтересоваться, всё ли так. Потому что если так... Можно прямо самому позвонить? Конечно, конечно. У нас ведутся и официальные группы, ВКонтакте в том числе, есть даже отдельные абитуриенты Вятского ГАТУ, где ребята в том числе и следят за информацией, где опубликованы все сотовые номера наших операторов. Следующий приём – это по электронной почте. Можно отправить так документы. Есть, естественно, возможности по почте России или курьером, и который год уже себя показывает достаточно хорошо, подача документов посредством единого портала государственных услуг, ИПГУ. То есть можно выбрать там учебное заведение, можно выбрать там направление подготовки, сразу же отметить, какой у вас уровень образования, какую форму выбрали своего образования. Дальше открываются, естественно, следующие параметры. ЕГЭ вы должны пригрузить, точнее, даже не пригрузить, они выгружаются самостоятельно. Либо у вас откроется форма по вступительным испытаниям, то есть в зависимости от направления подготовки вы тоже ставите галочки, потому что есть два обязательных предмета, и третий предмет обязательный, но на выбор абитуриента. То есть всё достаточно упрощено, всё достаточно сделано для удобства. Да, да. Далее, соответственно, они нажимают кнопочку «Отправить», это всё переезжает к нам, опять же, в информационную систему, мы это всё видим. Точно так же телефоны обязательно должны быть актуальными, потому что бывает так, что ребёнок, должен быть именно ребёнок на портале госуслуг, и у неё страничка должна быть верифицирована, пройдены все этапы. Зарегистрировал данную страничку на один номер, впоследствии сменил и прочее. О форме, когда уже приедет она к нам, будет именно тот телефон, который на портале госуслуг. Всё проверяйте. Да, обязательно всё проверять, потому что всё равно зона ответственности, в том числе и на абитуриенте. В первую очередь. В первую очередь, да, конечно, вот это бы хотелось очень донести до абитуриента, потому что иногда бывают технического характера ошибки, и в соответствии с этим будут последствия печальные. Поэтому всё необходимо проверять. Поэтому вот способом подачи документов очень много. Любой удобный. Онлайн сейчас большой популярностью пользуются подачи, или всё-таки любят лично приехать? Знаете, тут некое раздвоение. В связи с чем это есть? Во-первых, у нас агротехнологический вуз. Естественно, приоритет идёт больше на сельское хозяйство. Но это, в принципе, и понятно. В нашем государстве вообще в последнее время две основные стратегии развития, которые до 2030 года. Это агропромышленный комплекс и это оборонно-промышленный комплекс. В связи с этим, естественно, и ребята будут подавать документы в такие вузы. И если берём нашу Кировскую область, Кировская область большая по протяжённости, многие ребята подают документы лично. Связано это с тем, что в некоторых районах нет ещё цифровизации. Соответственно, для того, чтобы им подать документы, необходимо... Если бы наоборот было бы удобно издалека подать документы. Издалека было бы подать документы посредством любого электронного носителя, но, к сожалению, это не так. Поэтому им проще приехать один раз, сразу же оставить весь комплект документов, сразу же оставить оригинал документа об образовании, чтобы больше уже не переживать. Ну и плюс есть, наверное, вступительные экзамены в самом вузе на некоторые специальности. Да, вступительные испытания доступны для некоторых категорий. То есть если ребята после 11 класса, у них только результаты ЕГЭ. Независимо от того, когда вы заканчивали школу. Сейчас или в то время, когда ЕГЭ не было. Если у вас есть уже какое-либо другое образование, независимо от того, на базе 9 класса, 11 класса или ещё какого-то, потому что вечерние школы бывают. Второе высшее. Второе высшее, да. Вы сдаёте внутренние вступительные испытания. Поговорили очень подробно уже о том, как поступить. Давайте поговорим о том, куда можно поступить. Я знаю, что вообще в Вятском государственном агротехнологическом университете появляются очень часто новые специальности, да, помимо того, что развиваются уже существующие. Какие в этом году будут? Что вообще интересненького есть? Вообще хотелось бы отметить, что в нашем вузе есть все уровни образования. То есть начиная от среднепрофессионального образования, куда ребята могут подать документы после 9, 10 и 11 класса. Высшее образование. Три центральных направления. Биологические, технические и экономические. То есть биологические представлены в виде агрономического, биологического и факультета ветеринарной медицины. Технические в виде инженерного факультета. Ну и, как понятно, да, экономические в виде экономического факультета. А далее уже идёт у нас аспирантура. Новые направления открываются как в среднепрофессиональном образовании, так точно и в высшем. Например, в этом году, думаю, что будет пользоваться популярностью, потому что профориентационная деятельность показала большой интерес. Специальность кинология на базе 9 класса. Срок обучения всего 3 года 6 месяцев. Многие ребята изъявили желание идти туда учиться. Впоследствии можно будет уже по диплому среднепрофессионального пойти на высшее образование. В том числе это профиль называется кинология, а направление подготовки – зоотехния. Работать можно будет где-то в полиции? Работать можно где угодно, где есть служебное собаководство. Это и УФСИН, это и МВД, это в том числе и ФСБ, то есть везде абсолютно. Хотелось бы ещё отметить новые направления подготовки у нас на высшем образовании. В последнее время требуются на рынке труда достаточно хорошо подготовленные, квалифицированные специалисты в сфере IT. Поэтому наш ВУЗ становится таким, так сказать, многопрофильным. Поэтому мы теперь затрагиваем и сферу IT, это информационные технологии. В этом году у нас открыто новое направление подготовки вообще туризм. На инженерном факультете мы уже в прошлом году открыли специалитет, то есть возвращаясь к прежней системе образования, которая была ранее, наземно-транспортно-технологические средства. На агрономическом факультете открыты новые направления подготовки, биотехнологии, а также землеустройства и кадастры, ландшафтная архитектура. То есть каждый год ВУЗ открывает новые направления в различных уровнях образования. Я не путаю, по-моему, даже педагогику я видела. Да, педагогика есть в магистратуре, да, причём её курирует сам ректор у нас Елена Сергеевна. Да, есть такая педагогическая деятельность. Вообще магистратура отличается тем от бакалавриата, что тут больше некое управленческое или повышение. Ну, то есть можно вообще закончить бакалавриат на того же агронома, а в магистратуру пойти на ту же самую педагогику. Вообще, как делают многие сейчас для того, чтобы быть специалистом широкого профиля и быть востребованным на рынке труда, заканчивают среднепрофессиональное в одном направлении, бакалавриат в другом и, соответственно, магистратуру в третьем. Очень главное. Да, могу взять себя даже за пример. Я когда-то заканчивала специалитет, ещё была сельскохозяйственная академия, зоотехния, причём это был специалитет. Далее я поступала в магистратуру на технологии транспортных процессов, то есть это вообще инженерный факультет. И на сегодняшний день я учусь в колледже экономика и бухучёт. Поэтому на любом сельскохозяйственном предприятии я буду востребована как специалист. По аспирантуре давайте поговорим. Мы будем, скажем так, удивлять нынче новыми двумя направлениями. Это безопасность труда и пожарная безопасность. Казалось бы, для нас не очень профильное образование, но есть у нас нынче бюджетные места на вот эти две специальности. Причём мы приглашаем руководителей из научно-исследовательского центра. На данное направление будет новый профессор. И пожарную безопасность мы тоже закрываем новым приглашённым руководителем. Бюджетные места у нас есть на такое направление, тоже достаточно актуальные, приоритетные, инженерные, под названием турбомашины и поршневые двигатели. Бюджетных мест у нас нынче 15. Все они приоритетного инженерного направления, но и также есть внебюджетные места на биологических науках и на сельском хозяйстве. Но опять же, в аспирантуру может поступать кто угодно. Мы рады видеть всех, из всех вузов, всех регионов. Но есть особенность того, что должно быть высшее образование, это специалитет или магистратура. Да, не обязательно вятский. Не обязательно вятский. Точно так же, как и везде. Если вы поступаете в высшее учебное заведение, неважно, какой вы колледж закончили. Точно так же и здесь. Перечислили мы направления. На какие направления самый высокий конкурс? Ну, то есть обычно где, да? И, может быть, уже вот в этом году вы видите по интересу. Самый высокий конкурс ежегодно складывается на факультете ветеринарной медицины, а также на инженерном факультете – это агроинженерия. То есть технические специалисты у нас пользуются достаточно хорошим спросом. То есть что такое агроинженерия? Агроинженерия, если углубленные – это автомобили и технические системы в агробизнесе. Ребята могут трудоустроены быть куда угодно. И работодатели будут рады их увидеть, потому что они изучают все инженерные технологии. Тот же самый Сопромат. Они смогут в том числе даже рассчитать инженерные решения внести, создавая новую технологичную технику, которая бы отвечала требованиям наших сельскохозяйственных предприятий, чтобы это было всё автоматизировано, чтобы, опять же, это всё было достаточно высокотехнологично и эффективно при использовании. Это те самые главные инженеры этих предприятий. Да, это те самые главные инженеры. То есть они не только выполняют сопровождение, не только выполняют ремонт, но и в том числе создают. По проходным баллам они очень сильно различаются на разных специальностях? Не на разных специальностях, они отличаются от вузов. В нашем вузе, так как у нас учредитель Министерства сельского хозяйства России, баллы в наш вуз намного ниже, нежели, например, Вятский государственный университет. А почему? Они не только ниже, чем в других университетах, они ниже стандартов Министерства образования. Да, всё верно. А почему? За счёт чего? Опять же, за счёт того, что у нас приоритет на сельское хозяйство, и чтобы у ребят было больше возможностей поступить. Возьмём, к примеру, ту же самую профильную математику. Хотелось бы отметить, что в наш вуз, независимо от формы обучения, то есть это очная или заочная, платная или бюджетная основа, требуется математика только профильного уровня. То есть базовым уровнем мы никуда не рассматриваем. А балл всего 27. Всего? Всего 27 баллов, да. Поэтому к нам ребята могут поступить без проблем для того, чтобы пополнить тот самый кадровый резерв, чтобы не было кадрового голода не только в Кировской области, но и в том числе по стране. Это только математики касается? Нет, это всё. У вас ещё химия, биология? Вот можно, в принципе, даже озвучить, да, если у нас берём направление подготовки биологии. Требуются предметы русский язык обязательный 36 баллов, биология 36 баллов. И третий предмет обязательный, но на выбор абитуриента. Это может быть математика профильная 27 баллов, это может быть химия 36 баллов, это может быть информатика 40 баллов, либо иностранный язык 22 баллов. Мне кажется, многие ребята просто не знают, что там такие баллы, и не видят, как я сижу с круглыми глазами. Да, для этого надо 1 ноября всем абитуриентам смотреть на сайт университета и знакомиться с этими цифрами, потому что это всё уже опубликовано к 1 ноября. И когда ребята делают свой выбор к 1 февраля, какие им необходимо сдать, они, в принципе, уже могут ориентироваться. Чем выше баллы, тем, естественно, лучше, потому что у ребят будет больше возможности поступить точно на бюджет и в любой вуз. Поговорили о баллах ЕГЭ, а вот о тех самых внутренних испытаниях, о которых мы уже начали говорить, расскажете? Да, внутренние вступительные испытания, доступные, точнее, возможность сдачи, это у тех абитуриентов, которые идут на базе среднепрофессионального образования, высшего образования, также иностранные граждане, потому что у нас до сих пор реализуется программа соотечественники, то есть постсоветское пространство, на сегодняшний день может приехать с любым уровнем образования, предоставить своё свидетельство о рождении, о том, что у него родственники являлись гражданами Советских Социалистических Республик, и получить бюджетное образование в Российской Федерации, то есть им в том числе. Также есть категория ребят, которые дети участников СВО, там есть категория, которые вообще не сдают, могут не предоставлять ни ЕГЭ, ни внутренние вступительные. Есть те, которым можно даже вступительные, достаточно их, можно не предоставлять ЕГЭ. Также в этом году есть небольшое новшество для ребяток, которые из Белгородской области планируют поступать. Недавно пришло постановление о том, что мы их можем принимать вообще по собеседованию, поэтому мы рады всем. Вообще хотелось бы отметить, что в России образование доступно всем, то есть нет никаких сложностей для поступления. Бюджетных мест в ВУЗах достаточно много. Главное правильно выбрать тот ВУЗ, в который вы хотите поступать. Начали уже говорить о бюджетных местах. Сколько их в Бятском году? В нашем ВУЗе общее количество, если мы берем все уровни образования, в том числе и эспирантур, 516 мест. А всего будет? Поступивших их будет около 3000 в наш ВУЗ, то есть это не только бюджетная основа. Это 5-я, 6-я часть, это бюджет. Да. То есть если вот более конкретно говорить, у нас 335 мест в бакалавриате, 113 мест в специалитете, 53 в магистратуре и 15 в аспирантуре. А тот самый целевой договор? 100 мест, да, насколько я знаю? Из всех контрольных цифр приема, то есть от всех вот этих вот 516 мест, на некоторых направлениях подготовки 10%, на некоторых направлениях подготовки 5, где-то даже 25 и 35. Ну вот в целом около 100 получается, да? В целом где-то даже больше, наверное, получается. Даже больше 100. А расскажите, что значит этот целевой прием? Что дает вообще ребятам целевой прием? Целевой прием дает практически 100% зачисление на бюджет, имея даже минимальные пороги по баллам. То есть набрал абитуриент у нас, грубо говоря, 99 баллов, но таких еще ни разу не было и, дай бог, не будет. Мы знаем, что ребята у нас очень хорошо всегда идут подготовленные. И вы заранее заключаете целевой договор. Он регламентирован согласно постановлению Российской Федерации. До начала приемной кампании необходимо заключить целевой договор. Это делается в ВУЗе. Нет, это делается не в ВУЗе, это само волеизъявление абитуриента, либо законного представителя. Ищет любого заказчика, потому что заказчиков может быть кто угодно. Это и исполнительная власть, да, это и муниципалитеты. Это инициатива самого абитуриента. Он заключает целевой договор до начала приемной кампании. И уже когда он подает документы, он, соответственно, приносит этот целевой договор. То есть он соглашается на условия работодателя. Да. Причем он имеет право поменять работодателя на всем сроке обучения. Зона его ответственности будет уже перед крайним работодателем. Самое главное – выполнять условия договора. Ответственность работодателя 100% трудоустроить, ответственность студента 100% отработать. Три года, либо иное то, что будет указано в договоре. Но есть ведь еще другие категории льготников, которые тоже имеют высокие шансы на поступление. Да, это вот то, что мы затрагивали, приоритетное зачисление. Это целевики, про которые мы только что поговорили. Это дети-сироты-инвалиды, которые точно так же идут в своем отдельном конкурсе. И там у них тоже 10% от всех бюджетных мест выделяется. Дети-участников военной операции – это еще 10% от бюджетных мест выделяется. У них точно так же у каждого свой отдельный конкурс. И они идут, соответственно, по приоритетному зачислению. Сейчас ВУЗ – это не только образовательная сфера. ВУЗ – это сейчас некий такой микромир, который представлен всеми сферами, которые необходимы в обычной жизни человеку. Наши аспиранты не только учатся, но и сразу же в ВУЗе могут работать. Учат, поют. Каждый аспирант у нас работает в наших созданных лабораториях. Ставят опыты. Выращиваем картофель в пробирках, чистый, скажем так. Изобретаем роботов. Есть аспиранты на агрономическом факультете, которые работают в лаборатории пивоварения, сыроварения, хлебопечения. И аспиранты ветеринарного факультета работают в нашей клинике, которая у нас создана при университете. У нас есть лаборатория коневодства. Аспиранты, и не только аспиранты, и магистранты, в принципе, и бакалавры работают с животными. И с детьми, которые занимаются ипотерапию сейчас будем развивать. Да, у нас хотелось бы добавить, что, собственно, конюшня университета есть, где лошади и личные университеты, да. И точно так же на постой. Там функционирует школа Олимпийского резерва. Она доступна вообще, наша конюшня, для всех. Есть кинологическая площадка. Заниматься можно, приходить людям со стороны у нас. Есть также там специалисты-кинологи, которые помогут в воспитании собак. Мы постоянно проводим аспирантские семинары по обмену опытом между аспирантами и руководителями, и аспирантами других вузов. К нам приезжают на стажировки. Мы отправляем, ездим сами. Ещё есть лаборатория, где мы выращиваем клубнику круглый год. Также сосны, в том числе и на продажу. Вам надо на экскурсию. Да, у нас, кстати, очень интересная экскурсия. Музей, да, паразитологический, патологоанатомический, биологический, зоологический. То есть очень много всего. Студенты, наверное, сейчас. Конечно. Вообще, если посмотреть на презентации нашего вуза, то вообще всё создано нашими студентами. У нас есть креагентства, которые точно так же берут либо интервью, либо создают все вот эти ролики. Медиацентр. То есть всего достаточно много. Я вот послушаю, мне кажется, у вас ещё какая-то атмосфера, она немного другая, может быть, более добрая, в том плане, что это же животные, растения. С животными не бывает по-другому. Поэтому, когда вот посмотришь даже в глаза нашего крупного рогатого скота, они такие добрые, ну, соответственно, здесь уже и настрой совершенно другой. Поэтому в вузе атмосфера домашняя, атмосфера комфорта, уюта, и не хочется уходить. Про досуг, Наталья, вы начали говорить. Кроме учёбы в лабораториях есть досуг и у аспирантов, и у студентов. Да, у нас функционирует Центр молодёжной политики, воспитательный отдел. Территория возможностей у нас есть, да. На всех уровнях образования дети у нас могут заниматься спортом. В частности, активно сейчас у нас секция бокса, волейбола, баскетбола и дартс. Центр самбо открывается. Да, открываем центр самбо. При поддержке Департамента физической культуры. То есть Анна Александровна Альминова теперь работает у нас в вузе. Она его возглавляет. Поэтому в том числе приоритет, который был у нашего президента, спорт, он у нас точно так же уже реализован. Ну и ещё, наверное, один из самых основных вопросов. Есть ли общежития? Потому что много говорим о приезжающих из районов и из других областей. Кстати, много приезжают ребят из других регионов. Из других регионов, из других областей много ребят. Поэтому у нас жилищный фон достаточно хороший. Все общежития находятся в шаговой доступности. Они комфортные. Всего по два человека в комнате находятся. Все бытовые приборы у них присутствуют. Это и стиральные машины, это естественные электроплиты. То есть всё достаточно удобно, комфортно для проживания. Причём стоимость общежития всего в среднем 500 рублей в месяц. 200-300 рублей – это в летний период. И 500-600 с учётом отопительного периода – это в зимний период. Поэтому общежития мы предоставляем всем многородним. Даже если ребята идут из Кирова-Чепецка, им точно так же общежитие предоставляется. Всем хватает. Ну и напоследок вопрос. Может быть, банально звучащий, но почему стоит поступать именно в Вятские годы? Давайте скажем так. У нас есть несколько преимуществ по сравнению с другими вузами, например, нашего региона. В первую очередь это военный учебный центр, который уже открыт и который уже функционирует. То есть ребята в этом году уже прошли отбор, а туда подпадают ребята с категории А и Б по здоровью. И с 1 сентября уже они начнут обучение проходить. Что значит это обучение? Они еженедельно проходят обучение при этом центре, а далее после всего курса они уезжают на военные сборы, воинскую часть. И, соответственно, после окончания, это либо 2 года, либо 1,5 года, они получают военный билет уже. Если 2 года отучились, они получают военный билет сержанта запаса. Если 1,5 года, они получают военный билет солдата запаса. Это значит, что не надо в армию? Все правильно. То есть они поступили на высшее образование, они параллельно обучаются в ВУЗе, получают свою специальность, и параллельно обучаются в военном учебном центре. И, соответственно, когда они получают диплом о высшем образовании, им вручается и военный билет. Это одно из преимуществ. Второе преимущество – это, естественно, стипендия. Она у нас не такая низкая. Наши ребятки могут получать стипендию в размере 35-45 тысяч рублей в месяц. Да, звучит это так, что даже выше среднего заработной платы по региону, стандартная стипендия есть, повышенная стипендия, стипендия от губернатора, стипендия от президента, стипендия от наших ключевых партнеров. То есть все это вместе складывается. Самое главное – желание и стремление наших студентов. То есть один человек может получать несколько стипендий одновременно. Да, конечно. Все зависит от того, как ребята раскрывают свой потенциал. У ВУЗа есть возможности для раскрытия этого. У ребят уже, соответственно, должно быть желание. У нас есть собственная автошкола. Для ребят всех направлений подготовки она абсолютно бесплатная за счет поддержки университета. Центр дополнительного образования. То есть помимо того, что вы просто учитесь в университете, вы еще можете дополнительно получить различные специальности и повышение квалификаций. Ребятам тоже это все бесплатно. Ну и, естественно, стопроцентное трудоустройство. Потому что в сельском хозяйстве сотрудники сейчас очень нужны. Мы очень плотно сотрудничаем и с Министерством сельского хозяйства. Поэтому уже на сегодняшний день имеется потребность от них. Где, в какой район, куда, кто требуется. Поэтому если у ребят возникнет вопрос, либо сложность с поиском работодателя или заказчика, мы, естественно, с радостью поможем. Точно так же наши ключевые партнеры нам предоставляют уже на сегодняшний день потребности, какие им требуются специалисты. Поэтому все контакты у нас есть. Если требуются ребятам-абитуриентам, пожалуйста, в нашу группу ВКонтакте пусть обращаются. Мы дадим их, и, соответственно, ребята смогут поступить бесплатно. Преимуществ в УЗИ достаточно много. Самое главное, чтобы ребята знали эти преимущества, когда выбирают учебное заведение. Вообще, когда я провожу профориентационную деятельность, объезжая школы нашего региона, либо КОМИ, потому что мы везде уже бывали, я прошу их составить, даже не прошу, а рекомендую составить некую сравнительную таблицу. Учебное заведение, плюсы и минусы. Для каждого ребёнка они будут совершенно разные. Но исходя из этого анализа, можно сделать вывод, куда же всё-таки стоит подавать документы. Я, честно говоря, слушаю всё это время и хочу обратно в 11 класс. У вас есть возможность. Даже можно не возвращаться обратно в 11 класс, а можно прямо сегодня. Посмотреть, какие дипломы у вас имеются, какая ступень у вас ещё не воспользована. И посмотреть, где есть бюджетные места. Потому что, когда ступень не использована, вы всегда можете поступить на бюджет. Очень интересно. Спасибо вам большое за разговор. Ещё раз напомню, что в гостях у нас были зав. глав отделом аспирантуры Вятского Гатум Наталья Катаргина и ответственный секретарь приёмной комиссии Вятского Гатум Екатерина Шакирова. Спасибо вам большое за разговор. Всем хорошего дня. Доброго дня слушателям. Полезный город